ТРАССА СТО ОДИН Приветствую в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает почти Почти полтысячи водителей в Кировской области в этом году наказали за разговор по мобильному телефону во время движения Управление ГИБДД напоминает, что штраф в данном случае составляет полторы тысячи рублей Автоинспекторы предупреждают, что любое отвлечение шофера на телефон может привести к плачевным последствиям Лучше всего найти место для парковки, остановиться и спокойно поговорить или набрать сообщение ТРАССА СТО ОДИН Оказывается, для того, чтобы управлять электросамокатом, нужны права категории М Об этом заявили в одном из управлений ГИБДД по Красноярскому краю Повод – рост популярности упомянутых средств передвижения среди местных жителей По словам автоинспекторов, все зависит от мощности двигателя электросамоката Если она менее 4 киловатт, примерно 5,5 лошадиных сил Но не более 250 ватт, то водительское удостоверение необходимо Плюс обязательно наличие мотошлема ТРАССА СТО ОДИН «Мы же по миру пойдем!» – взмолились операторы техосмотра Они недовольны тем, что руководство страны приняло решение выдавать полис ОСАГО без прохождения ТО Такой порядок, напомню, будет действовать до конца сентября этого года, что обусловлено пандемией О своих проблемах ТОшники рассказали в письме, которое направили президенту и премьер-министру Кроме всего прочего, они просят включить их в список пострадавших от коронавируса отраслей ТРАССА СТО ОДИН В России может появиться наказание за ошибочное вынесение административного штрафа Сюда относятся письма счастья, которые пришли не тому автовладельцу И случай, когда камера штрафует автомобиль, который перевозился на эвакуаторе Должностное лицо в этом случае поплатится рублем до 20 тысяч, которые пойдут в местную казну А невинно оштрафованный сможет рассчитывать на компенсацию в том же размере ТРАССА СТО ОДИН Вы отремонтировали автомобиль после ДТП в рамках ОСАГО, однако качество ремонта вас не устраивает Как поступить в такой ситуации, пояснит руководитель Кировского регионального экспертно-оценочного центра Юрий Чопоров Как правило, владелец не является специалистом, он только может предполагать что-то там некачественно выполнено Может что-то увидеть, увидеть там какие-то зазоры не соответствуют по данному автомобилю Лучше, конечно, обратиться к специалистам Наша организация оказывает такую услугу по приемке автомобиля из ремонта Мы составляем акт осмотра, определяем, какие детали были заменены, какие были отремонтированы И соответствует ли этот ремонт тому заказ наряду, по которому был направлен из страховой компании в эту организацию С этим актом осмотра владелец может уже обратиться с иском, либо с каким-то требованием, с претензией их страховой компании и к ремонтной организации Для этого обращайтесь к нам, Кировский региональный экспертно-оценочный центр Орловская, 52, телефон 64-5004 Также есть данные все на сайте kiroots.ru На этом все, вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эха Кирова До свидания Трасса 101